Доброго времени суток, господа. Давайте рассмотрим сегодня такую монетку, монетку ZRX, токен протокола OX. В общем, работает он на децентрализованной площадке для обмена токенов RCE20 на блокчейне Ethereum. Так, вот, собственно говоря, что нам интересно здесь посмотреть. Ну, он здесь уже, соответственно, сделал мини-ракету. Как он себя будет вести и вообще, каковы у этого хозяйства перспективы. Перспективы токена, перспективы токена, перспективы токена, CRX, перспективы токена. Посмотрим, посмотрим тщательнейшим образом перспективы токена. токен. Сейчас мы посмотрим, второго золотого цвета, я расскажу, что вообще-то случилось с этого токена. Организация процессов – пятерка, а нет, шестерка, простите, шестерка кубков, шестерка кубков, организация процессов, шестерка кубков, пять внизу и один наверху. Это сущность в общих чертах. Пляшет, пляшет в общих чертах. О, пардон. Торс галеный. Вот так вот в общих чертах. То есть сам этот, как говорится, этот, который заставляет гибнуть за металл, организует процесс, если так трактовались. Дебокс. Да. Искрытая информация – тройка пентаплей. Детская денежка, как я ее называю. И все это скрыто под луной. Тайны, тайны океанов, под луной. Это стресс кануты. Ну, в принципе, принципиально – да. Ну да. Так. Прошлое. Настоящее. Будущее. Результат. Результат мы смотрим. Прошлое. Ну да, попадение такое. Настоящий выход. Кстати сказать, настоящий выход из какой-то такой вот достаточно затруднительной ситуации. Перевернутая. Десятка мечей. Это не десятка мечей. То есть там это, как говорится, еще не успели убить. В будущем будет ожесточенная борьба, как говорится, соцсоревнования с другими моментами за право на жизнь, право пойти вверх. Ну, принципиально, по результату, ну, это какая-то достаточно будет неудачная работа. Ну, почему неудачная работа? Ну, то есть как-то он не будет развиваться в плане каких-то не графиков линейных там, а в плане непосредственно того, что как-то, допустим, разработчики должны как-то его улучшать, там что-то такое. Тут положено на крипто. Да. Вот он как раз результат. Не очень. Вот он результат. Жеступость. Так, роковое упрямство, безумие. Ха, девятка. Девятка мечей. И так перспектива не очень. Перспектива не очень. То есть как результат. Если, конечно, сидите, находитесь в позиции, снимаете профит, как говорится, разворачиваете оглобли и выходите. Да. Не очень результат. То есть перевернут. Так они хоть это, хоть к чему-то прыгают, к какой-то этой бесконечной радости, к бесконечному радости и счастью. Но дело в том, что люди находятся в мешках с нимбами над головой, кстати сказать. Там нимба над головой у них. В мешках очерченные, то есть у них круг очерчивает их пространство. И они хотят достичь высокой цели. То есть прямо-таки похоже на график. Высокой цели. Здесь уже кто-то это... У кого-то уже поясница даже заболела от прыжков вверх. Кто-то ушел из игры, кстати. Вот она тема. Кто-то ушел из проекта. Ну, забрал, как говорится, свою выручку. Выручка. Да. И ушел. Здесь все надеется человек. Вот. А коль... Ну, прыгать в мешках – это непростое дело. Но коль это хозяйство все перевернуто, то здесь даже, в общем-то... В общем-то, что-то такое позитивное, на взгляд, по версии, по версии, по гипотезе, каждого ничего такого нет. Давайте его посмотрим спекулятивно. Спекулятивно на неделю. Даже месяц не будем рассматривать неделю. То есть имеет ли его поведение. Так. Начало. Сегодня понедельник. Вторник. Среда. Биржа работает 24 на 7, так что у нас... Так. И результат. Вот здесь перевернута король этих. Какое-то опьянение вообще-то. Опьянение какое-то у людей. Что-то такое вот. Не запрыгивайте, как говорится, в последний вагон, потому что его этот кораблик, он пойдет... Перевернется. Начало. Не запрыгиваем. В середине недели. Двойка. Мечи. Глаза закрыты повязкой. То ли влево, то ли вправо, то ли куда направление. То есть здесь нет возможности какого-то выбрать направление даже. И все дело в том, что и шансов нет. Перевернутый отшельник. Ну тоже отшельник, он сам по себе нехороший. Ну и здесь какая-то маленькая денежка. Перевернутый отшельник. Значит отшельник не отшельник. Отшельник не отшельник. Как результат какой-то небольшой профиль будет. Так что у нас по отшельнику в конце недели будет достигнут правосудия. Ну и возможно его запампят по мечам. То есть будет типа как я называю вот это вот движение. Движение. Вот этого. Ожесточенный. Движение бурш-халифа. Две свечи вверх, а потом резко вниз. Да, вот так вот оно все будет. То есть кто зашел там, а там. Внизав у него спел закрыт. У кого не сработали. Или кто не ставил. Так профит. Приказ. Ну а потом будет выбор. Будет сидеть. По двойке Жерезлава. И думать в какую сторону. Вверх или вниз. Но скорее всего потом. Сначала будет да побурш-халифа вверх. Сделать какой-то такой вот незначительный прыжок. Незначительный. Потому как профит у него небольшой. Профит. Ссори. Ну в общем короче. Такое вот предобразие. То есть возможно вниз. Вероятнее. Но будет отскок. Будет отскок. Будет отскок. Будет отскок. Ну потом сразу же это снова. Будут принимать решение. Ну не то что принимать решение. Маркетмейкер будет принимать решение. Но мы будем как говорить сики у него на холоду. Тех благ. Бобра надежды. Спрофита. До свидание. Продолжение следует...